Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, а вот этих ребят зовут Желтые Чуваки. И мы вместе с вами и с ними продолжаем играть в игру под названием Castle Story. И, друзья, хочу вам сказать спасибо за то, что вы ставите очень много лайков под видосы по Castle Story. Блин, просто от души Желтые Чуваки и я довольны. Итак, друзья, как вы видите, произошли некоторые изменения с момента прошлого ролика. Во-первых, я наконец-таки поставил дверь, так как ее очень не хватало. При разрушении стены Чуваки могли оказаться где-то тут и назад вернуться, они уже были не способны. Такую же дверь нам потребуется поставить тут. Плюс я понял проблему со стрельбой. Чуваки не могут стрелять прямо под себя. Например, вот если они будут стоять тут, они смогут вести огонь сюда. Но когда враг подходит впритык, стрельба становится невозможной. Я вижу выход из этой ситуации. Мы можем вот что реализовать. Расчистить тут лес и поставить еще одно оборонительное сооружение. И когда враги будут подходить к стене и пытаться ее ломать, чуваки отсюда будут вести огонь. Вроде как звучит разумно, посмотрим получится ли. Здесь такая же ситуация примерно. Враги подходят, башня у меня торчит. Если бы я начинал сначала, я бы действовал иначе. Ну ладно, это, можно сказать, мой первый раз, поэтому ошибки, они, ну, не исключены. Они будут, это нормально. Так вот, я хочу оборонительное сооружение поставить либо тут, где находятся деревья, либо воткнуть еще одну башню здесь. Эта башня прикрывает правую, правая прикрывает левую, и все довольны. Но, наверное, все-таки займусь расчисткой леса. Плюс разобрался с алмазами энергетическими, оказывается, их сперва нужно построить на верстаке, а только после этого можно будет установить на стену. Это тоже очень странно. Ну ладно, давайте снимать игру с паузы и сделаем несколько кристаллов. Мне нужны опорные маяки, сделаю сразу 4 на будущее. И мне нужны боевые маяки, маньяки, сделаю сразу 4. Потом будем их устанавливать. Далее, давайте сразу попросим, ребята, расчистить тут лес, и тогда об этой территории я смогу больше не беспокоиться. Ну, какое-то время, да? Ну, думаю, вот такого участка леса будет более чем достаточно. Расчищайте, ребята, здесь лес, ну, я не знаю, тоже надо бы расчистить. Просто если я уберу, тут враг сможет пройти. Тут дырка! У нас брешь в обороне, мужики! Мужики, у нас брешь в обороне. Это просто недопустимо. Такс. Не знаю, хватит ли, ну, хотя бы вот так давайте сделаем. Хотя бы так пока. Давайте быстрее, ребятки. Стройка, стройка, стройка. Брешь нужно ликвидировать. Чшшш, как можно быстрее перед атакой. Ёлки-палки. Это недопустимо. Это недопустимо, когда они успели прорваться. Наверное, в конце прошлого ролика. Да, на меня напали, я этого не заметил. Сейчас опять будет нападение. Вот только я не знаю откуда. И брешь, наверное, мы успеем закрыть. Они быстро тащат свои булыжники. Это здорово. Блин, ребятки, молодцы. Спасибо вам. Давайте сразу тогда... Не буду пока. Хотя, наверное, стоит. Они перелезут просто. Если я сейчас... Да-да-да-да-да-да. Сейчас они поставят кирпич. Все. Ладно. К оружию. К оружию. Как говорится. Надеюсь, на нас нападут именно с этого направления, а не с этого. Пока не видно. Десять минут. Может, я раньше времени попросил к оружию, а? Ребят, встать. Они нападают отсюда. Отлично. Забираемся наверх. Начинаем обстреливать. Вот сюда. Наверх. Пожалуйста. Так. Лучник. Ты что стоишь? Давай забирайся наверх. Не сюда, мужик. Вот сюда давай. Я для кого парапеты строил? Чтобы вы могли обстреливать их. Видите? Они стреляют под себя. Они как бы стреляют, но под себя. А копейщик вообще открыл двери и начал тыкать их. Не, ну молочина. А этот куда стреляет? Братан, ты вообще, по-моему, не особо-то и туда стреляешь. Ладно, мы эту атаку отобьем. Ну вот. Брешь нашей обороны. Она на ровном месте. Скажем спасибо копейщику. Он вносит много урона. Ты, дружище, не знаю, встань сюда, может быть. Если бы они автоматически могли как-то решать, кого атаковать, это было бы здорово. Но говорили, можно нажать на правую кнопку мыши. И, типа, тут выбрать. Очистить, поднять щиты, выстрелить. Оно почему-то у меня горит серым. А если выделить всех, у меня горит серым. То есть они уже стреляют, и поэтому я не могу выбрать выстрелить. Досадно. Оба-на, я еще одного лучника потерял. Ну, кстати, копейщики, друзья, как оказалось, очень серьезные ребята. И от них много пользы. Прям мне нравится это. Ну, опять, никуда не туда они стреляют. О, ты уже внутри. Маленький каменный человек. А, ломает алмаз. Ребятки, вот этого, пожалуйста, убейте. Он сейчас ломает алмаз. Ой, не заметил. Не сломает. Фух. Не хватает искусственного интеллекта, ребята мои, чтобы они автоматически становились на выгодную позицию. И автоматически начинали стрелять. И вот мы две минуты фактически потратили на отбитие. Ладно, всем к работе, пожалуйста, возвращайтесь. У нас есть опорный кристалл. Он не в лучшей позиции, наверное. Нужно было бы поставить его в другом месте. Но главное, главное окей. Боевой маяк. Давайте поставим маяк вот тут, я думаю, хорошее место. И один маяк тут. Плюс, наверное, вот эту защиту нужно будет доработать. Но сперва пускай два маяка. Так, ремонтом вы ведь будете заниматься, да? Это ведь ремонт? Что-то зона ремонта не особо большая. Не хотели они ремонтировать? Не было у них такого желания. А вот тут-то у нас и будет оборона. Вот только вопрос, нужно ли выкорчевывать вот эти пеньки? Похоже, что нет. Можно прямо поверх пень... А поверх пеньков ставить нельзя. А как убрать пеньки? Вопрос. Сравнять? Добывать ресурс? Наверное, сравнять нужно. Стоп. Вот эту зону, да, пожалуй. Ну, нет, погоди. Вот так. Попробуйте ее сравнять. Я не знаю, как это будет выглядеть, но, наверное, они могут пеньки эти убрать. Плюс, меня попросили поставить уборку на территории всей базы. Что со временем уровень земли будет увеличиваться, и это не очень хорошо. И, пожалуй, друзья, я с вами соглашусь, что это не очень хорошо. Всех отправил на сравнивание с земли. Не знаю, сколько они потратят времени. Выкорчуют ли они пеньки? Нам сейчас это нужно очень для обороны. Но и отремонтировать стену явно не помешает. Да, пеньки они срубают. Молодцы, ребятки. А есть ли другой способ попросить их убрать пеньки? Типа тоннель, брелит, валуны, добывать ресурсы, растения. Отлично. Поверх пенька я теперь могу ставить защитные сооружения. Чудесно, друзья. Нам бы еще вот это место сравнять. Было бы идеально. Так, ну, сравнять. Давай-ка мы вот так. Сделаем, да? Отличная позиция, как мне кажется. На ремонт тоже хотелось бы отправить, конечно, нескольких ребят. Приоритет будет три и там, и там. Пускай они и то, и то делают. Пять минут у нас есть. О, новый чувак. Чуваков нам очень не хватает. Чуваки все очень полезные сейчас. А маяки, смотрите, они хранятся прямо на базе. Забавно. А тут они что, будут срезать кусок? Или наоборот наращивать? Ну, не знаю. Он наращивает. Прикол. Вот это можно было делать. Это очень полезная функция. Даже если мы не успеем поставить здесь оборонительные сооружения, у нас, по крайней мере, будет уже площадка для обстрела врага. И это очень толково. Здесь бы нам достроить. Наверное, кусочек не помешает. Хотя бы один кирпич поставить вот сюда. Потому что, а что это за ерунда у нас получается? Не идеальная оборона. И здесь кирпич. Вот так. Кривовато, конечно, но... На безрыбье и... И так норм. Ну, что-то они много времени, конечно, на сравнивание тратят. Прямо и пенек они этот убирать категорически отказываются. Объекты. Я не знаю, как его убрать. Сравнять. Они уже ровняют. А того, что я попрошу их еще больше сравнивать, толку не будет, я думаю. Ремонт. Да, я могу отменить задание? Че я не могу задание отменить? Алло. Да я не хочу... Убери это задание. Вот, отменил кое-как. Ну... А, они не будут ремонтировать стену. Я понял, почему. Ее полностью разрушили. Ее нужно восстанавливать заново. Я думал, они ее починят. Ошибка тысячелетия, друзья. Так. Тогда окей. Тоже будем делать в этот раз нахлестом. Вот таким образом. Чтобы стена дольше простояла. Это моя ошибка. А че пеньки-то растут? Ребят. Пеньки-то убрать бы хотелось бы? Не? Не нужно вам пеньки убирать, вы считаете? Ладно, давайте тогда защитные кристаллы поставим еще из другого направления. Опорный нужен. Один сюда. Да. И теперь нам нужны боевые. Ну, наверное, вот это нормальная позиция для атаки. Наверное. Ну и давай еще один вот так поставим. Посмотрим, на что способны будут эти маяки. Стена завершена. Сравнивать они не хотят. У меня горит уже одно место от того, что они не убирают пеньки. Либо они этим потом займутся, либо им вообще пофиг на пеньки. Типа вообще полностью. Ладно. Если они решили, что так нужно, значит, наверное, так нужно. Ну, и лес можно продолжить вырубать здесь. Надо стену... Ой, дверь сделать. Успею я дверь сделать? Я сильно сомневаюсь в этом. Давайте пока небольшой кусочек леса тут вырубим. Вот этот. Нет, слишком много. Пока вот так. Чтобы не трогать деревья, которые защищают нашу базу. В следующий раз, если я проиграю, я буду действовать совершенно иначе. Совершенно иначе. Сравнение я тут же пока не совсем понимаю, как оно работает. Вроде выбираю сравнять. Вроде бы они равняют. Копать может. Нет, это не то. Явно не то, что мне нужно. Сравнять. Ну, хорошо. Я проведу эксперимент здесь. Допустим, я хочу вот это сравнять. То есть они вот эту площадку... По синей полосе они выровняют. Вот, по синей полосе. Я просто думал, что за ерунда. Можно опустить. И они сделают вот такую фиговину. Можно поднять. Вот так. Можно увеличить. И будет по синей полосе вот такая ровная поверхность. Окей. Я понял. Хорошо. Ну, я не чувствую... Пенек здесь что стоит? Они решили больше не заниматься сравниванием. Не хватает хранилищ у нас. Так. А вот это плоховатенько, друзья. Не хватает хранилищ. Хранилищ, казалось бы, дофига. Только сейчас заметил. Но все равно их недостаточно. Но вот еще линия хранилищ. Тут и там оборонительные сооружения они так и не поставили. Решили, что пока... Окей. Отложим в сторону. Чем они занимаются? Видимо, таскают ресурсы из точки А в точку Б и... Ну, и вырубали лес. Вместо того, чтобы поставить. А они не могут забраться? Нет, они могут забраться. Они бы залезли вот на этот парапет. С парапета вниз. И все было бы здорово. Приоритет. Так. Может, у меня боевых нет алмазов? Так вроде же были. А в хранилищах я не вижу. Походу, закончились. Действительно. Их еще не скрафтили. Их еще не скрафтили. Нам не хватает слитков железа. Моя ошибка. Ладно, сделаем железо. Сделаем стекло. И то, и то нам нужно на будущее. Окей, моя ошибка. Я почему-то был уверен, что сделали. Типа, я давал задания. Наверное, их сделали. Но окей. Очень много уже заданий дано. Я, честно говоря, начинаю люто путаться. Во всем происходящем, чел. Ты что ждешь? Тебе особое приглашение нужно? Убейте меня просто. Но пенек не хочет убираться. И поверх него ставить ничего нельзя. Типа. Какого фига? Просто какого фига? Стройку я вообще отменил почему-то. Какого фига, спрашивается. Ладно, боевые маяки. Как будут готовы? Установите их, пожалуйста. Стройка восстанавливается. Приоритет высочайший. На нас уже нападают. Все к оружию, ребятки. Бросайте свои. Они отсюда нападают. Нифига. Боевые кристаллы. Стреляйте. Нифига, нифига, нифига. Я не думал, что такая моща будет. Занимаем позиции, лучники. Пожалуйста. Копейщики пускай встречают врага тут. Боевые кристаллы, друзья. Это просто нечто. Лучники наконец-то начинают стрелять нормально. Ну, задумка. Ты куда побежал, засранец? Э! Это что такое? Ты куда? Один проскочил. Ну, задумка работает. А боевые кристаллы, это вообще просто настоящее нечто. Они супер мощные, их надо ставить больше. Но они уходят на перезарядку, да, получается? Со временем. Да, они переходят... Они перегреваются, друзья. В этом их проблема. Ну! Совсем другой разговор, слушайте. Совсем вообще другой разговор. Чувак несет еще. Боевые алмазы. И их нужно как можно больше. Так, здесь мы тогда оборону должны сейчас сделать. Вырубка леса. А вот она уже есть. Зачем еще одну? Да, отменись. Как отмени? Блин, отменись. Да. Бред. Так. Вырубайте тут лес. Пожалуйста. Тоже приоритет высокий. Заодно будут ресурсы и все на свете. И еще одна такая площадка. А тут не мешало бы укрепить стену, сделать ее либо двойной, либо что-то в этом духе. Так как ресурсов у нас хватает, и враг в основном бьет, ну, пытается пробиться здесь, не помешала бы нам еще одна стена. И нужно сделать, чтобы дверь не открывалась. Потому что мои копейщики фактически сами впускают противника к нам в дом. Не очень это приятно, конечно. Но это грустный факт. А что сюда не... Вот так. Опять же нахлестом будет двойная стена. Далее нам нужны кирпичи. И вот такая двойная стена укреплена. Здесь тоже нужно будет укрепить. Может уборку нужно поставить? И тогда уберутся пеньки? Я не знаю. Просто предположение. Если это сработает, и они уберут пеньки с помощью уборки, то здорово. Потому что какие-то пеньки они срезали, а какие-то они не хотят. Либо подкопать под эти пеньки, и тогда пенек обвалится. Тоже, в принципе, может сработать. Фиг его знает. Сейчас будем проверять. Новый чувак. Отлично. Нас уже 10, друзья. Нас уже 10. Все активно занимаются вырубкой леса там, где я и просил. Мы сейчас поставим здесь дополнительную стену. Хотя стена, наверное, да. Здесь нужна стена вот в этом участке. А с другой стороны мы ведь можем нарастить, наоборот, здесь ландшафт. И это будет лучше. Так. Сравнять. Вот этот кусок. Ну, давай. Нарастить. Только наверх можно? А как бы мне наверх? А наверх нельзя нарастить. Уж только так. Ну, тогда зачем оно мне нужно, спрашивается. Ну, допустим. А вот, поднять. Ну, это будет сложно. Зато это, по факту, естественная стена. Которую будет не пробить, друзья. Мы туда поставим лестницу. Не будем отсюда принимать атаки противника. Да, так и сделаю. Окей, удалось. Надеюсь нарастить. Уборка не помогает. Там мусора нет. Пенек все еще стоит. Хорошо. Нам тогда нужно тоже этот участок как-то сделать покрасивее. Как-то его, может быть, сравнять поудачнее. Вот так. Вот так. Чтоб можно было забираться спокойно. Это будет красиво. Это будет практично. Это будет полезно. Тут бы нам тоже стену нарастить. И тут усилить ее. Можно, в принципе, вот таким нехитрым способом сделать небольшое усиление. Так. Бойницы нам больше ни к чему. Нам нужно именно усиление обороны. Хотя, стоп. Там же внутри еще куска не хватает. Вот так. Вот так. Стройка, друзья, тысячелетия. Еще даже здесь стройка не началась. А уже как бы... Хотя, стройка, а, она в низком приоритете. Давайте хотя бы на двоечку поставим. Чтобы перед следующей атакой успеть. Хотя, все-таки, наверное, вот это самое важное сейчас. Да, гораздо важнее, чем тут поставить двойную стену. И нам бы несколько новых луков сделать. И одного копейщика. Чтобы все могли принимать участие в сражениях. Вопрос. Нет, у меня кожи не хватает. Вот так. Давненько мы не занимались именно производством всяких штук. Опять склад заполнен. Да ешки-матрешки. Нужны еще склады. Чуваки просто простаивают без складов. Вся база это реально один большой склад. Черт возьми. Пока так. Три минуты. Три минуты. Что же будет через три минуты? У меня глаза разбегаются. Не знаю, за что хвататься. Здесь у нас нет пока... Нет, есть стена. Если они вот этот участок еще хотя бы нарастят. То будет здорово. И пеньки. Все срезали. Молодцы. Если нарастят... Ну просто враг вот тут вот может забраться. Это прям печально будет. Прям вот сюда он запрыгнет и скажет... Ну здорово! Как дела? Как дела? Давайте воевать. Есть ли у меня на складах еще боевые алмазы? Боевых алмазов нет. А нам нужны боевые алмазы. Чем будет их больше, тем лучше. Еще штуки четыре сразу на будущее сделаю. Нам также нужно стекло. Ой. Это мне не нужно. Стекло и... Железо. Пипец, пипец, пипец! Я боюсь, что вот отсюда прорвутся. Слишком масштабную стройку затеял. Но надеюсь, что враг пойдет все же отсюда. Тогда шансы все есть. А ты куда побежал, братан? А, он, наверное, свалился. А двери-то тут нет. А дверь-то я до сих пор не поставил. Ну, типа, зачем нам здесь дверь? Ну, чел, ну куда же ты? Куда же ты? Как же ты тут оказался? Зачем же ты спрыгнул? Он же мог подняться, наверное. Или не мог? Или не мог он подняться? Отлично, боевой алмаз. Так. Стройка. Поставлю его. Ну да, на стене. Давайте вот сюда воткнем еще. Минута 34, друзья. Минута 34. Все заняты стройкой в первую очередь. Хотя приоритет самый высокий на самом деле даже и не у стройки. У нас вся база завалена древесиной. Нужно начать древесину тоже для чего-то использовать. Я пока не знаю, для чего ее можно использовать на самом деле. Объекты. Ну да, можно ставить здание. У нас есть вертикальная рампа. Вот что это за рампа? Куда ее втыкать? Она даже никуда у меня не ставится. Ну типа вообще никуда. Горизонтальные. Я не могу ничего из древесины. Доска. Вот доска. И что? Она же даже не ставится. Вообще никуда. Бревно можно поставить. Опа. Я научился бревна убирать. Вот оказывается как это делается. Черт возьми. Вот это шок для меня, друзья. Ай-яй-яй-яй-яй. Кстати новый лучник появился. Прекрасно. Нужна еще оружейная стойка. Вот оказывается как это делается. Ха-ха-ха. Нужно выбрать пенек. И потом этот пенек отменить. Да ладно. Ладно. Зато у нас хотя бы тут есть три боевых кристалла. Несмотря на то, что вообще непонятно что будет происходить дальше. Задумку нашу реализовать мы не успели. Естественную защиту поставить тоже. Через три секунды будет атака. Ну. Ребятки. Давайте уже как-то быстрее. Начинайте соображать. Все. Сейчас будет атака. К оружию. Чем раньше мы приступим к сражению. Тем раньше мы отобьемся. И все будет у нас зашибись. Так. Откуда? Хоть бы снизу пожалуйста. Пожалуйста. Хоть бы снизу. Не отсюда. Вот только не нужно отсюда нападать. Я не готов. Так. С первой очереди выделяем всех лучников. И смотрим. Ну где же они? Где же эти засранцы? Можно было еще целую минуту, блин, работать. Пока засранцы не пришли. Да не. Вы че? Так а где? Алло. Они идут отсюда. Отлично. Занимаем позиции. Лучники. На места. Копейщики. Защищаем двери. Лучники. Отстреливайтесь. Копейщики прямо решили выбраться на поверхность. Чтобы дать больше простор лучникам для стрельбы. Ну это. Это слабая атака. Мы ее в визе вообще отбили. Конечно многие из наших чуваков пострадали. Вот этот например вообще при смерти находится. Не хотел бы я его лишаться. Давайте его отправим назад. Лучник свалился. А что? А как он? А че он? Он убил лучника. А че лучник-то свалился? Блин, это какой-то мегабосс. Отступай, братан. Он еще одного убил чела. А че вы не стреляете? У нас война идет. Нас убивают. Наших челов убивают. Почему вы не стреляете? Ну стреляй! Они просто спрыгивают вниз и умирают. Какого хрена, блин? Куда ты бежишь-то? Жесть. Ладно, друзья. Вроде кое-как отбили мы атаку. С большими потерями, конечно же. С большими, огромнейшими. Написано, что наши чуваки будут воскрешаться рядом с нашим кристаллом. Да, они действительно воскрешаются. Просто не сразу. Так, а за работу все давайте становитесь. Мы многих потеряли сегодня. Многие полегли. Но мы выстояли. Это самое главное. Опять возникли какие-то непонятки с атакой. Они просто не атаковали. А те, кто атаковал, они шли на убой фактически. Такие типа, ну все. Мы идем умирать. Пора бы уже погибнуть, да? А как быстро будут бриктроны возвращаться к жизни, интересно? А че не работаем? Я не понимаю. Мне нечего делать. Ты че, балдел? Как это нечего делать? Стену строй. Нечего. Он не может... Он не может спуститься. Бедный бриктрончик. Ладно, я поставлю специально для тебя лестницу, чтобы ты мог слезть, бедняжка. Специально для тебя, дружище. Никто больше не удостаивался такой чести. Персональная лестница на стену, чтобы ты мог спуститься. Кстати, можно же сюда тоже будет ставить лучников, которые смогут стрелять. А, так ты можешь все-таки спуститься? Нет, он не может спуститься. Лады, шесть минут. Но четыре мертвых бриктрона, это, конечно, плоховато. А как быстро? Ну, реально воскрешаются они. Лучше бы я укрепил оборону на этой стороне. О, спустился. Молодец. Спасибо, дружище. Лучше бы я укрепил оборону именно там. Ремонт, карьер, тоннель. Все это не такие важные вещи. Эти бриктроны... Я не знаю. Ладно, друзья. Давайте на этом пока остановимся. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Этот босс сильно нас потрепал. Бриктроны мои пока не торопятся воскрешаться. Но, по крайней мере, понятно, в каком направлении нужно двигать нашу оборону. И что нужно... Вот они летают. Со временем воскресятся. И что нужно усиливать стены и ставить больше защитных алмазов. Слишком уж они крутые. И они не тупят, как мои бриктрончики милые. Бриктроны милые, но... До новых встреч. Удачи. Пока. Будьте счастливы.